В среду в зале администрации района состоялась инаугурация вновь избранного главы района Заура Хамирзова. В результате голосования депутатов районного совета народных депутатов на этот пост единогласно был вновь избран Заура Скорбевич. На торжественном мероприятии присутствовали глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, заместитель председателя Госсовета Хаса Республики Адыгея Мухаммед Ашев, депутаты Госсовета Хаса Республики, руководители муниципальных образований Республики Адыгея Краснодарского края депутаты и старейшины района, представители общественных организаций, начальники управлений и ведомств. Открыл мероприятие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Сегодня на второй сессии Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабовский район состоялись выборы главы муниципального образования Кашкабовский район по результатам конкурса. По итогам тайного голосования депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашкабовский район главой муниципального образования Кашкабриский район единогласно избран Хамежев Заур Аскорбевич. Уважаемые участники торжественного мероприятия, в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Устава муниципального образования Кашкабриский район, при выступлении должности глава муниципального образования Кашкабриский район приносит присягу. Для принятия присягу продолжается новый избранный глава муниципального образования Кашкабриского района Камир Зоур Аскорбевич. Ненависим ошердят данные мне полномочия исключительно в интересах населения муниципального образования Кашкабриский район. Все свои деятельности способствуют его социально-экономическому развитию и благополучию. Затем к новинозначенному главе района со словами поздравления обратились главы Курганинского и Мостовского районов Краснодарского края. Уважаемый глава республики Мурат Корабевич, уважаемый дорогой наш сосед Завор Скорбевич, уважаемые наши и дорогие соседи, сегодня действительно для Кашихабрского района очень значимое событие. Сегодня вот он доверие главе, который проработал первый свой, нехорошее слово, срок, но он действительно очень имеет место быть. И избрав его на новый срок работы, я думаю, что это самое большое вот он доверие жителей Кашихабрского района. Я понимаю, насколько ему сегодня сложно, потому что избраться это один вопрос, а вот оправдать доверие жителей это самое важное. И сегодня нам, знаете, очень приятно приезжать в Кашихабр, видеть те изменения, которые сегодня прошли и происходят в Кашихабрском районе и в ауле Кашихабр. Мы чисто по-соседски всегда относились с уважением к нашим близким соседям Залобой, наша общая река, которая всегда нас объединяла. Это действительно сегодня очень важно. В непростое время сегодня для нас вот эти теплые, добрые отношения очень важны. Но я хотел бы все-таки вернуться. Уважаемый Залоб Оскарбеевич, примите теплые, добрые поздравления от Курганинского района. Желаем здоровья вам, успехов, благополучия. Зачитывать не буду, но поверьте, здесь все теплые, добрые слова в вашем месте. Поздравляю. Добрый день, уважаемый Мурат Коробеевич, Залоб Оскарбеевич, уважаемые присутствующие. Искренне от всей души позвольте мне от всех мастовчан поздравить вас с этим знаменательным и для вас, и для Кашихабрского района событием. Абсолютно убежден, что единогласное голосование – это результат вашей работы, знаю вас как доброго соседа, знаю вас не просто по наслышке, по вашим делам. Люди это видят, люди это оценивают. Мурат Коробеевич, спасибо, что и вы оказываете поддержку и доверие моему коллеге в соседнем районе. Я думаю, он вас не подведет. Конечно же, хочется сказать, что дружбу, которую мы стараемся сохранять, заложили давным-давно наши предки. И наша обязанность, как тех, кто сегодня руководит территориями, эту дружбу бережно хранить и развивать. Поэтому спасибо вам, что вы именно тот сосед, которого, как в поговорке в русской говорят, не дом надо выбирать, а выбирать соседа. Вот нам повезло, сосед у нас прекрасный, поэтому от того и наши дома, наверное, хорошие, красивые, преображаются с каждым годом. Я желаю вам непростой второй выборный срок. Наверное, непростой он тем. Я тоже прохожу такой же, по сути дела, практически с разницей в несколько дней такой же путь. Ведь кто-то из старшего поколения на моем вступлении в должность сказал, на мой взгляд, ключевые слова. Вот пять лет у нас было с вами право ошибаться, исправлять ошибки. Было право сказать, что мы молоды и не все умеем. Вот во второй срок у нас, наверное, с вами права такого нет. Я желаю вам, чтобы вы этих ошибок не совершали. Абсолютно убежден, что при такой поддержке вы сможете избежать ошибок, счастья, здоровья, благополучия, процветания и территории. И вам, лично, и членам вашей семьи. Поздравляем. Заура Хамирзова поздравили и старейшины района. Действительно, сегодня в Ишкарльском районе знаменательное событие. вступать в новую должность, вернее, в старую новую должность. Уже один срок проработал. Я одно могу сказать. Не хочу делать анализ по району, что сделано, что не сделано. Могу только сказать, что огромная работа проведена в Кашхабинском районе позитивно. И наши жители Кашхабинского района, ну, это видят. Видят по делам. Поэтому выражусь уверенность, если скажу, Кашхабинские жители искренне хотят вам благополучия, удачи на этом поприще и, самое главное, здоровья. И вы будете, как говорится, востребованы еще не один срок. Спасибо вам за работу, которую проводите. Наряду с достижением и в сельском хозяйстве, и в азификации, водослаблении и так далее, во всех сферах, мне кажется, надо наряду с этим поставить еще одно явление. Климат тот морально-психологический, который сейчас царит у нас в районе. Наш глава со своей командой, мне кажется, достиг большого успеха. Вот именно в морально-психологическом климате это надо ставить наряду с другими достижениями в районе. Я могу себе позволить от имени большинства жителей нашего района поблагодарить Мурата Корольбеевича и попросить, чтобы не ослаблять внимание, которое уделяется нашему району. С напутственными словами к вновь избранному главе обратился заместитель председателя Госсовета Хаса Республики Адыгея Мухаммед Ашов. Дорогие друзья, сегодня депутаты районного совета по представлению главы нашей республики, Мурат Корольбеевича оказали доверие Славу Аскарбеевичу Камерзову, избрали на второй срок главой нашего района. Желаю вам терпения, успехов, а всем жителям района процветаем. Хангер, вам все, за счет. В завершение выступил глава Адыгея Мурат Кумпилов. Сегодняшняя дата и сегодняшний день имеет огромное значение для муниципалитета, для всех жителей, потому что вектор развития от этого зависит. Безусловно, мы всех поздравляем в Заву Аскарбеевича и желаем успехов в работе. Мурат Корольбеевич в своем выступлении отметил, что ждет от руководителя района качественной работы. Глава Адыгея обозначил ряд приоритетных направлений деятельности. Мы видим ситуацию во всех поселениях, на уровне Майкова. Мне важно, чтобы главы избранных по новой схеме работали с обществом открыто, прозрачно, чтобы любое обращение любого гражданина на территории района к нему относились очень серьезно. Не все вопросы возможно решить, но никто не забрал право не объяснить этому человеку, по какой причине мы не можем удовлетворить его третье. Есть полномочия муниципалитета, за которые он отвечает. Есть не его полномочия, их мы должны объяснять, должны говорить, что это не наши полномочия, мы не можем, если даже решим, то мы окажемся вне закона. Но это должно быть на человеческом, добром, теплом языке объяснение обществу. Теперь то, что касается стратегического развития муниципального образования. Для чего мы реальный сектор экономики делаем? Для чего мы его как индикатор эффективности работы муниципального образования? Только он формирует бюджет. Только он может создавать условия жизни для человека и доходы каждого жителя, каждой семьи муниципального образования. При этом в последующем я хотел бы, чтобы оно все работает на два показателя, которых мы отслеживаем очень и нас по этому. Это демография и качественная продолжительность жизни. Вот я по этому году смотрю по демографии спад. Он спад и по Российской Федерации, и по Республике в целом. И вот эти вещи, вот эти ситуации, конечно, над которыми системно должен работать муниципалитет. Добрый раз, Калькович. Возвращаясь к социальным обязательствам, социальным программам, мы за время 2008-го кризиса ни одну социальную программу не сократили. Мы свои обязательства выполним. Бюджет, вот если в бюджете запланировано, это уже технический вопрос исполнения Минфина и казначейства день в день, а бывает и с опережением, мы финансируем все программы, которые есть. При этом я хотел бы по социальной защите и по социальным программам еще раз адресность. Учитывайте адресность. Работа этих программ. Справедливость вот тех решений, которые были приняты год назад, два года назад. И участие тех людей в этих социальных программах. Вплоть до обеспечения в жильем, вплоть до компенсации, до субсидий и так далее. По социальным объектам. Мы в этом году, значит, споркомплекс это благодаря нашим договоренности, которые достигали там давно. Я хотел бы, страна должна знать своих героев, это руководитель Богданов Александр. Он молодец. Я надеюсь, что они свои обязательства выполнят. АО «Кашхабы» получат, и «Кашхабовский район» получат другие условия, другие услуги. Мы также серьезно в этом году газификацию эконом-гидроидской закончили, водоснабжение красного фарса оканчиваем. Мурат Кумпилов отметил, что главная задача власти – повышение качества жизни населения. Для этого необходимо придать импульс реальному сектору экономики, менять структуру сельского хозяйства, развивать сельские территории. В «Кашхабове» всегда люди были нацелены на самые передовые места, на первые места. Не хотели уступать память на первые места при любых обстоятельствах. И вот это сегодня нужно активно воплощать в дела. Сельское хозяйство, структуру сельского хозяйства мы не меняем. Нужно менять экономику, взбодрить. Все те задачи, которые мы ежедневно ставим, в «Конс-Мартизе» должен работать. Я надеюсь, что с опытом пятилетней работы у Заора Аскарбевича это все получится. Глава Адыгея отметил, что даже в кризисные годы в республике не сократили финансирование социальных программ. И сегодня перед руководителями на местах стоит задача обеспечить адресность социальной помощи и справедливость принимаемых решений. Хочу сказать, что моральный климат в районе сегодня дает возможность спокойно работать. Нету. Это такой же моральный климат мы привели ситуацию в республике. Нету, еще раз я повторяюсь, нету ни по каким параметрам мы не делим общество. Всех людей вовлекайте в процесс. Я вас прошу, вовлекайте в процесс только задача – это качество жизни населения. В этом направлении мы все вместе должны отработать. Вам всех успехов. Инструменты, которые на региональном уровне, безусловно, я услышал, что мы не должны снижать отношения к Кашкабрскому району. Поэтому, безусловно, мы вместе с вами в любой момент по любым проблемам готовы и обсуждать, и решать, и двигаться вместе с вами. Но это должна быть дорога обоевного движения. Пять лет недаром прошли. Были успехи, были какие-то опыт нарабатывали, какие-то неуспехи были. Но я надеюсь, что те пять лет заложили основу на эффективную работу дальнейших летелий. Коллеги, мы, конечно, будем поддерживать. Мы надеемся на то, чтобы импус, по-новому импусу вы придадите развитию района. Успехов, удачи всем нам и новому главе муниципального образования. В ходе рабочей поездки Мурат Кумпилов побывал на месте строительства Центра борьбы с самбо и цидо. Все получается, так? Все получается, работы идут полным ходом. К завершению идем, правильно? Да, я понимаю, уже, видите, уже отделка началась, и оборудование технологическое все установлено, котельное установлено. Проводите субботники, вовлекайте в работу спортивное сообщество. Молодежь. Люди должны быть сопричастны к созданию Центра борьбы. Тогда можно быть уверенными, что они будут ценить этот объект и бережно к нему относиться, прокомментировал Мурат Кумпилов. Еще одним пунктом маршрута стало управление труда социальной защиты населения. Из федерального бюджета на ремонт здания района соцзащиты было выделено 9,6 миллиона рублей. Глава республики осмотрел ход ремонтных работ, побеседовал с руководителем подрядной организации. Объект планируют сдать в декабре этого года. Строителям предстоит заменить кровлю, отремонтировать фасад, заменить коммуникации, провести внутреннюю отделку и благоустроить территорию.